Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте сегодня вновь поговорим о магии. И еще немножко углубимся в эту тему. В нашем обществе есть представление насчет магии, что это ритуальные какие-то обряды, связанные с изменением реальности за счет каких-то жертвоприношений, куколок. Вот сейчас грядет Новый год, Рождество, женщины будут привораживать, приманивать, запрашивать и так далее. И это все связано с какими-то церковными эгрегорами и так далее. И целая игра, целая игра в магию, где? Во внешней реальности. В объективном мире, в том мире, в котором у вас нет прав доступа на какие-то чудеса. Потому что если бы эти чудеса были, они бы были объяснены научной основой. А магия научно не объясняется. Да где же творится магия на самом деле? Магия творится в субъективной реальности. А субъективная реальность – это та реальность, которая является продуктом вашей психики. И как-то вдруг, вот я смотрю на эти вещи, я же говорю все просто, я раскладываю все просто, но как-то люди забыли, что есть некая реальность, которая творится в башке человека. И именно в этой реальности он есть творец, так как он творит свою реальность. И именно в этой реальности есть право на чудо. На чудо, которое может протранслироваться в объективную реальность, а может и не протранслироваться. И тогда это будет его персональный глюк. И вот когда мы начинаем изучать и внедряться в персональные глюки человека глубже, то вдруг оказывается, что это не такая простая тема. И глюк этот может быть совсем не персональным, а очень даже коллективным и очень даже волшебным. Да где зарыто волшебство? Волшебство управления реальностью. Сложная тема, да? На самом деле все просто. Этим миром правит энергия. Определенная концентрация энергии проявляет материю. Ну, вроде бы понятно, да? Вроде бы понятно. И таким образом получается, когда вот эта картина мира проявляется, она проявляется на чем? На энергетическом ресурсе. Значит, управлять проявлением коллективной вот этой вот картины мира мы можем каким образом? Управляя энергетическим ресурсом. А где сокрыт энергетический ресурс? И каким образом мы можем иметь к нему доступ? Правильно, через наше физическое тело. Но, надеюсь, никто не отрицает то, что в нашем теле есть энергия, и жизненная энергия, и на клеточном уровне энергия, и энергия от пищи, и так далее. И вообще прана, и вообще вот эта вот энергия солнечная, электрическая, какая хотите. Эти к мирам правят энергии. Где же все-таки магия? Вот я говорю, говорю, и ушла от тем типа. Смотрите, мы выложили специально на обозрение коллективные суфийские круги. Они интересны не столько с технической точки зрения, потому что пока даже серьезных техник мы там как бы и не применяли. Там все по-простому. Более того, все в таких формулах достаточно обиходных, удобоваримых и так далее. Ну, может быть, регресс где-то применяли. Ну, не где-то, везде. Ну, примитивные техники, да. С точки зрения психотерапии, любой психотерапевт может посмотреть и сказать, это все чухня и лажа. С точки зрения экстрасенсорики, экстрасенсы скажут, ого, здесь же нету божественного ритуала. А что же мы такое делали на самом деле? Вот мы залазим в башку человеку, в его систему ценностей и убеждений, поднимаем там какую-то травму непонятно-родовую, где-то там в глубинах его подсознания, расшариваем вообще в его подсознании какую-то нишу и спускаем оттуда энергетический ресурс. Этот энергетический ресурс очень круто чувствуется в теле дикими потоками энергии. Иногда поток расширяется до размера комнаты и более. То есть реально мы прокачиваем очень большое количество энергии. И человек, держа образ, быстренько впечатывает эту энергию, у него что-то в жизни начинает очень быстро проявляться, то, что он запросил. Магия. Магия, господа. Но еще большая магия не в этом. Еще большая магия, смотрите. Я приведу один пример. Я просто закину на подумать. А уж вы сами решите, где магия. И что с этим делать? Хорошо? Просто на примере, потому что словами можно говорить долго, и все равно нифига не понятно. Вот, например, у человека налоговая пришла и начала его растрясать, а он вроде ни в чем не виноват, и какое-то дело ему тут пришили, что он там занимался какой-то незаконной предпринимательской деятельностью деятельностью и цепляются, а он вроде и прав, и не прав. Но нету прямой лжи, но нету прямого умысла у него причинить там какой-то вред. Но вот почему-то они пришли к нему и доколебались до него, и вот не знают, как с него вытрясти деньги, и судом грозят, и человеку страшно, и у него поднимаются, он уже ночами курит, не спит, уже проклинает свое предпринимательство, и не может никуда деться. И вот смотрите, вот такого человека, я просто пример взяла сейчас из головы, не из жизни. И вот у такого человека, если заглянуть в травмирующую ситуацию и уйти куда-то в регресс, то найдется травма, которая связана с тем, что его должны обязательно обвинить, наказать, покарать, забрать и так далее, предать, ну куча вариантов травматики. И вот мы эту травматику расшариваем, с подсознания выгребаем программное обеспечение на этот счет и запускаем энергию вот в эту жизнь на материализацию. И человек думает, о, классно, смыла бы эта энергия этих налоговиков. И тут раз в жизни эти налоговики куда-то пропадают, забывают про него, и вдруг оказывается, что у него-то с бумагами все было в порядке, и это все, ошибочка вышла. Более того, при оформлении штрафных санкций к нему были нарушены какие-то статьи законодательства, и они допустили ошибки при оформлении, и дело так раз и захлопнулось, и ничего больше нет. Что происходит? Дело в том, что когда мы забираем ресурс из травмы, он уже не приходит в нашу жизнь. И он уже не питает эту ситуацию. Для того, чтобы ситуация развернулась в материальном мире, надо, чтобы она питалась чем-то, энергией какой-то. И эта энергия не извне, как говорят, из игре-игров или еще чего-то. Картина мира рисуется здесь, а не где-то снаружи. Потому что именно есть воспринимающий, который будет смотреть фильм, и этот фильм снимается индивидуально под каждого. И вдруг, оказывается, все вот это случается. Почему? Потому что у его режиссера не хватило энергии на вот этот кадр. Говорит, потом доснимем, может быть, если будет ресурс. Вот, господа, вот это магия. Магия моделирования реальности. Когда мы внешней реальностью управляем, исходя из тех изменений, которые мы вносим в рубку режиссера. А в рубке режиссера, господа, миром правит энергия. Дали ему денег на фильм, он его снял. Не дали денег на фильм, он его не снял. Но в нашей же жизни в объективной примерно то же самое, да? Нет ресурса, нет съемки. Есть ресурс, есть съемка. Да? Да. Вот так примерно работает магия. Так вот, где там место ритуалом из внешнего мира я никак не могу найти. Есть там, конечно, такая штука, как рептильный мозг, которая понимает и работает очень даже неплохо, но назвать это магией. Мне, например, очень трудно, потому что магия – это работа с сознанием. Но тогда становится очевидно, если мы хотим быть творцом своей реальности, господа, не познав глубины своего подсознания, и то, что творится на его полочках в рубке режиссера, творить реально нереально. А когда мы можем это дело познать? Когда у нас просыпается интерес познакомиться с этой рубкой. Так вот, самое банальное из того, что я на сегодняшний день понимаю, что интерес самостоятельно разбудить мы не можем. Он просыпается далеко не у всех. И просыпается он скорее как дар Божий. То есть, это тот момент, когда возникает коннект с нашей душой, и энергия начинает интерес. Это прямой поток энергии, силы, силовой поток намерения. И это, и это идет из глубины человека. И программа ума там не правит. Там, где правит программа ума, это называется мотивацией. Это мы сами себе придумали, какой стимул себе куда воткнуть. И это ничего общего с интересом не имеет. Вот так мы себя обманываем. В общем, мы много где себя обманываем. Вместо того, чтобы постоять перед зеркалом и сказать все, что мы о себе любимом думаем. Думаем, господа, думаем, думаем, думаем. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. До новых встреч.